Мы продолжаем, дорогие друзья, рассуждать о чудесном подарке, который подарил всем людям, живущим на земле, наш Господь. Подарок, в котором нуждаются все, но не все его принимают. Это подарок спасения. В спасении нуждаются все люди, но, к сожалению, к большому сожалению, очень многие люди не принимают этот подарок от Господа. И участь таких людей печальна. Мы же рассуждаем о том, как Христос, как Спаситель совершил этот подарок для нас, людей, живущих здесь на этой земле. И если вы помните, мы говорили о том, что, принимая подарок от Господа, мы должны кое-что с нашей стороны делать, то есть принимать его. И это принятие заключается в том, что мы должны покаяться пред Господом. И мы рассуждали о том, что каждый человек, который хочет получить спасение от Господа, должен покаяться пред Ним в своих грехах. И мы говорили о том, что такое покаяние. Мы вместе рассуждали о важности покаяния. Мы рассуждали о необходимости покаяния, о природе покаяния и о результатах покаяния. Несколько месяцев назад это было. Затем мы рассуждали о том, что такое истинное покаяние. Если вы помните, мы говорили о видении греха, о сожалении о грехе, исповедании греха, стыд за грех, ненависть к греху и обращение от греха. Мы говорили, что это как бы первый шаг в вопросе спасения, то есть в вопросе принятия спасения. Это наше покаяние. И второй шаг, о котором мы рассуждали, это вера наша. Вера, которую дает нам Господь. И мы рассуждали о том, что такое вера. Мы рассуждали, почему необходима вера нам с вами, людям. Мы говорили о природе веры, об источнике веры, объекте веры, о принципах веры и о плодах веры. Сегодня я хочу предложить, друзья, чтобы вы вместе поразмышляли на следующем шагом в принятии спасения. Это возрождение или рождение свыше. Итак, я хотел бы, чтобы вы вместе поразмышляли о том, что такое возрождение, необходимость возрождения, природа возрождения, проводники рождения свыше, осуществление возрождения, свидетельство возрождения и плоды возрождения. Об этих моментах, насколько нам позволит время, мы сегодня вместе порассуждаем. Прежде чем об этом рассуждать, я бы хотел сказать, друзья, что вопрос рождения свыше или возрождения, это опять же тот подарок, который Господь дарует нам. И в Писании есть четыре таких понятия работы Духа Святого о вопросе спасения. И вы, наверное, знаете все о том, что есть такое понятие, как рождение свыше, как крещение Духом Святым и как запечатление, и как исполнение Духом Святым. Я хочу напомнить, друзья, о том, что вопрос рождения, крещения и запечатления, это один момент, это одно событие. Есть люди, которые понимают немножко по-другому, которые считают, что крещение это отдельное событие, которое дает право или понимание быть рожденными свыше. На основании Слова Божьего мы понимаем, что рождение свыше, крещение Духом Святым и запечатление это одно событие. И об этом повествует нам Слово Божье. Когда мы говорим о крещении Духом Святым, вы помните, что Иоанн говорил, что придет за мной тот, который будет крестить вас Духом Святым. Об этом он говорит, повествует, записано и в Матфея, и в Марка, и в Луки, все три евангелиста напоминают об этом. Кроме этого, сам Иисус Христос перед своим вознесением сказал, что наступит время, он говорил ученикам, когда вы будете крещены Духом Святым. И о запечатлении говорится Ефесянам в 1 главе, в 13 стихе, о том, что вы запечатлены Духом Святым в день вашего искупления, то есть в день вашего покаяния, в день вашего спасения. Что касается исполнения Духом Святым, то это процесс, который происходит постоянно в нашей жизни. То есть мы в любой момент, или в каждый день, или когда это необходимо, мы можем быть исполнены Духом Святым. Мы исполняемся Духом Святым для определенной работы, для определенного служения, для определенной речи, для свидетельства, когда мы свидетельствуем людям, если мы молимся, если у нас есть желание, побуждение, свидетельствовать, Дух Святой исполняет нас, наполняет нас для этого служения. Поэтому рождение свыше, крещение Духом Святым и запечатление Духом Святым – это одно событие, а исполнение Духом Святым – это процесс, который происходит в течение всей нашей жизни. Итак, конкретно о рождении свыше. Мы будем читать вместе третью главу Иоанна Иоанна. Третья глава Иоанна по 21 стих. Это событие, которое мы хорошо знаем, но оно повествует о том, о чем мы будем сегодня рассуждать. Итак, третья глава Иоанна, Иоанна Иоанна с первого стиха. Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему, «Равви, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иисус сказал ему в ответ, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Никодим говорит ему, «Как может человек родиться, будучи стар, неужели он может в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Иисус отвечал, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденные от плоти есть плоть, а рожденные от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от духа». Никодим сказал ему в ответ, «Как это может быть?» Иисус отвечал и сказал ему, «Ты, учитель Израилев, и этого ли не знаешь? Истинно, истинно говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете. Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном? Никто не восходил на небо, как только шедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны. Вот такое чудесное повествование записал евангелист Иоанн о том, как была прекрасная встреча с одним очень замечательным человеком, который был в то время, жил на земле, во время Иисуса Христа. Несколько слов о Никодиме. Никодим, греческое слово «победитель», замечательный, знаменитый фарисей, сведущий в Священном Писании, учитель израильский, член иудейского Синедриона. Синедрион состоял из 70 человек. «Пришел к Иисусу ночью, как было принято в то время, и, я думаю, и все времена, для того, чтобы искренно, откровенно побеседовать наедине». Есть такое понимание, что он боялся, прятался. Я склоняюсь к тому, что он хотел иметь личную встречу с Иисусом Христом и получить ответ на волнующий его вопрос. Никодим признал Иисуса Христа, и с этого повествования мы слышим, истинным Учителем, пришедшим от Бога, и хотел учиться у Него. Иисус говорил ему о необходимости рождения свыше, о чем мы читали. И плоды этого разговора появились впоследствии. Мы читаем в Иоанна, в 7 главе, в 51 стихе, «Никодим, ссылаясь на Священное Писание, вступился за Иисуса перед Синедрионом, когда Синедрион судил его. И он сказал, судит ли закон наш человека, если прежде не выслушает его и не узнает, что он делает?» Никодим стал в защиту Иисуса Христа. И вторая ситуация, где участвовал Никодим, после смерти Иисуса Никодим помогал организовать погребение Иисуса Христа. И в 19 главе, в 39 стихе сказано, что «Пришел также и Никодим, приходивший прежде к Иисусу ночью, и принес состав из мирный и алоя литр около ста». То есть, вместе с Иосифом Марии Мафейским, Никодим участвовал в погребении Иисуса Христа. По преданию, Никодим принял крещение от апостолов, жил и скончался в загородном доме Гамалиила, своего родственника. Помимо этого, друзья, Никодим и еще два члена Синедриона, из этих семидесяти, которые входят в Синедрион, представляют в Новом Завете, предстают в благоприятном виде. Это Иосиф Аримафейский, который просил у Пилата тела Иисуса Христа, он тоже член Синедриона. Кроме этого, Гамалиил. Если вы помните, в «Деянии апостолов» в пятой главе, когда арестовали Петра и апостолов, Гамалиил стал в защиту Петра и апостолов. Он защитил перед Синедрионом. Итак, друзья, это немножко о Никодиме. Теперь непосредственно о рождении свыше или о возрождении. Покаяние и возрождение неразрывно связаны между собой. Покаяние и возрождение неразрывно связаны, неразделимы. Покаяние – это акт перехода от греха ко Христу. Возрождение – это становление силой Духа нового человека. Возрождение или рождение свыше – это то, что вводит нас в Божью семью, в Божие царство, в царство Божьего Сына. Единственный способ стать христианином – это родиться свыше. Родиться силой Святого Духа. Рождение свыше – это дверь к спасению, о чем мы рассуждаем от нескольких служений. А следовательно, открывается дверь в небеса. Рождение свыше – это открытие двери в небо. Это спасение. Итак, что такое возрождение? Возрождение – это значит новое, второе рождение. Это сотворение заново. Возрождение – это сотворение Духом Божьим новой человеческой жизни, называемой новым творением или новым обновленным человеком. Подобно первому рождению – это событие, а не процесс. Хотя от первого обличения Божьего Слова, когда человек услышит Божье Слово, бывает, проходит определенное время, проходят дни, недели, месяцы и даже годы, прежде чем человек рождается. Но само рождение – это событие, это не процесс. Действительное рождение человека – это именно второе рождение. Рождение свыше, когда он переходит от тьмы к свету. Этот день становится его новым днем рождения. И с этого момента человек начинает новую жизнь. И очень часто, когда беседуешь с неверующим человеком, для него это совершенно непонятно. Совершенно непонятно, как этот человек, который имел определенные привычки, определенные наклонности, определенные грехи, в которых он жил, как это резко меняется. И это меняется под воздействием Святого Духа, под воздействием работы Духа Святого, который меняет человека. Это не всегда, это понятно, но это происходит, и мы все этому свидетели, потому что мы это пережили. Необходимость рождения свыше. Кто нуждается в рождении свыше? Прекрасный такой человек, как Никодим, который хотел учиться в Иисуса Христа, или такой отвратительный, как Савл, который гнал церковь в свое время. Такие или такие люди нуждаются? Все. И такие, и другие, и третьи. Все. Каждый человек, здесь, живущий на земле, который хочет быть спасенным, должен родиться свыше. Писание говорит нам о том, что рождение свыше нуждается все. Спаситель вот здесь, в этом событии, в этом повествовании, в этой беседе с Никодимом, говорит однозначно, истинно, истинно, говорю тебе, Никодим, если кто не родится свыше, не может войти в Царствие Божие. Кто не родился свыше, не может быть спасенным, не может войти в Царствие Божие. Должно вам родиться свыше, говорит Иисус Христос Никодиму в 7 стихе. В этого правила нет исключения, оно необходимо для любого пола, возраста, для любого положения, и для любого состояния человека. Рождение свыше, рождению свыше нет замены, ничем невозможно его заменить. Отсутствие его, отсутствие спасения. Друзья мои, нет рождения свыше, нет спасения. В Галатам 6 главе 15 стих апостол Павел пишет, «Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни не образание, а новое творение. Стать новым творением, значит родиться свыше». Иеремии Пророк говорит, Господь говорит через Пророка, «Может ли Ефиоплянин переменить кожу свою и барс пятна свои? Так и вы можете ли делать доброе, привыкши делать злое?» Это невозможно делать без рождения свыше. Не может нерожденный свыше человек делать дела Божьи. И в 17 главе Иеремии 9 стих, «Лукавость сердца человеческая более всего и крайне испорчена. Кто узнает его? Только Бог может дать новое чистое сердце, и это есть рождение свыше, рождение от Духа Святого. Естество человека насквозь, пропитанное грехом, должно претерпеть изменение, рождение свыше воспасения. Должен быть рожден свыше воспасения. Святость Бога требует, чтобы человек родился свыше. В Евреям 12 главе апостол говорит в 14 стихе, «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Святость – это чуждое понятие невозрожденному человеку. Только рожденный свыше человек понимает, что такое святость. Жить жизнью по Богу можно только, имея его неотлемленное качество святость. Апостол Петр пишет пришельцам рассеянным, избранным о том, что вы царственное священство, вы народ святой. То есть рожденный свыше человек, человек святой. 1 Петра 2 глава 9 стих. Природа к возрождению. Возрождение – это не крещение. Крещение – это заповедь признания человека христианином. Знак того, что он распялся со Христом и умер, был похоронен, воскрес и сейчас живет со Христом в сердце каждый день своей жизни. Рождение свыше – это не реформирование. Реформирование – это перестройка, это отказ ветхой натуры от некоторых плохих поступков, от плохих правычек. Возрождение – это сверхъестественный божественный акт. Это духовная революция. Рождение свыше – это духовная революция. Это перемена такая, которую может совершить только Дух Святой в жизни человека, в сердце человека. Возрождение – это духовное оживление, это новое рождение, это новое творение. Все в природе производит свое потомство по своему роду. Грешники рождают грешников. На свет появляются такие же грешники. Мы не можем изменить нашу ветхую природу, реформируя ее, меняя, подкрашивая, улучшая, что-то предпринимая. Мы не можем нашу природу изменить. Нам необходимо рождение свыше. Нам необходимо привытие другого рода, божественного, святого естества. Во втором послании Коринфянам апостол Павел в пятой главе, в семнадцатом стихе говорит, «Итак, кто во Христе, тот новое творение». Древнее прошло, теперь все новое. Кто во Христе, тот новое творение. Неизмененное, непеределанное, а новое творение. Ефесянам 2 глава, 5 стих, апостол Павел говорит, «И нас мертвых по преступлениям оживотворил со Христом». Это изменение на всю жизнь, это не перестройка, это духовное воскресение. Мы однажды родились физически, теперь мы должны пережить новое второе рождение, духовное рождение. Этим нуждается человек, который хочет быть спасенным. И мы пережили с вами, друзья, этот момент нашей жизни. Итак, что же приводит к рождению, к возрождению? Первое – это Божье Слово. Апостол Яков в первой главе, в восемнадцатом стихе записал, записал, родил Он нас Словом Истины. Для того, чтобы быть рожденным свыше, необходимо Божье Слово. Почему, друзья мои, мы часто заостряем на это внимание? Потому что первый шаг, первое, что необходимо человеку для того, чтобы родиться свыше, для того, чтобы быть спасенным, необходимо Божье Слово. Апостол Петр в первом послании, в первой главе двадцать третьем стихе пишет, «Как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего век». Одна из причин, друзья, почему люди сегодня, мало людей, которые приходят к Господу, которые получают спасение из-за того, что люди не читают Божье Слово. Поэтому люди сегодня погибают, что они не читают, не интересуются Божьим Словом. Потому что если человек, искренне читает Божье Слово, для того, чтобы его понимать, Божье Слово производит работу в сердце человека. Ведь тот, кто не читает, он никогда не поймет то, что там написано. А когда человек с молитвой читает Божье Слово, Дух Святой работает и приводит его к рождению от Духа Святого. В третьей главе апостол Павел Галатом в втором стихе пишет, «Через дела ли закона вы получили Духа? Или через наставление в вере? Через шление Божьего Слова, через наставление, через проповедь, которые мы слушаем, Бог, Дух Святой, производит работу в возрождении человека. Возрождение веры от слышания Божьего Слова спасает души людей, спасает человека. И второе – это Дух Божий, Святой Дух, который проводит работу. И мы читали в третьей главе, в пятом стихе Иоанна, «Если кто не родится, от воды и Духа не может войти в Царствие Божие». От воды, от Божьего Слова и от Духа Святого. «Рожденный от плоти есть плоть», говорит Иисус Христос Никодиму. «Рожденный от Духа есть Дух». Духовная жизнь обязана своим началом Духу Святому. И в восьмом стихе здесь же Иисус говорит, «Так бывает с каждым рожденным от Духа». Служение Святого Духа – это прежде всего обличение грешника во грехе, а затем его обращение. Необходимые операции, без которых невозможно войти в Царствие Божие. Обличение во грехе и работа Духа Святого возрождения человека. Итак, каким образом осуществляется возрождение? С Божьей стороны Иоанна, первая глава Иоанна, первая глава 13 стих, «Которые не от крови и не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». Те, которые рождаются свыше, это рождение происходит от Бога. Мы были зачаты от Бога. Иаков 1.18 мы читали, «Он родил нас, Он, Бог, родил нас словом истины». Возрождение это творческий акт Бога. Не перестройка, не пересморт своих жизненных позиций и своих жизненных принципов. Это Божья работа, творческая Божья работа. Со стороны человека, Иоанна 1.12, «О тем, которые приняли Его, верующим во имя Его дал власть быть чадами Божьими». А тем, которые приняли, то есть то, о чем мы говорили в начале, Божий подарок, спасение необходимо принять. И здесь говорит Писание, «О тем, которые приняли Его, верующим во имя Его дал власть быть детьми Божьими». Со стороны человека требуется поверить и принять Иисуса Христа как личного Спасителя. Апостол Павел в 1-м послании Коринфянам, 4-й, глава, 15-й стих говорит, «Я родил вас во Христе Иисусе благовествованием». Через благовествование, через Божье Слово рождается человек. Евангелие это сила Божия, способная преобразить человеческую жизнь. Надо поверить и принять Евангелие, Слово Божье. В 1-й главе, 1-й послании Петр говорит в 25-м стихе, «Но Слово Господне пребывает вовек, а это есть то Слово, которое вам проповедуется». Итак, друзья, автор возрождения Бог. Слышите, автор рождения свыше это Бог, проводник возрождения Иисус Христос, исполнитель возрождения Дух Святой. Возрождение происходит посредством принятия Иисуса Христа, уверовал в Божье Слово. Итак, как определить, возрожден ли человек от Духа Святого? Рожденный свыше живет праведной жизнью, очень просто все. Тот человек, который получил рождение свыше, он живет праведной жизнью. Иоанна 1-й Иоанна 2-29 Если вы знаете, что Он, Иисус, праведник, знайте и то, что всякий делающий правду рожден от Него. Очень все просто. Если человек живет по правде, делает правду, он рожден от Бога, потому что Он праведен. Рожденный свыше не живет жизнью во грехе. В 3-й главе 1-й Иоанна 9-й стих всякий рожденный от Бога не делает греха или не живет во грехе. Закон Библии, закон Писания. Да, рожденный свыше человек может ошибаться, может спотыкаться, может даже падать, к сожалению, но рожденный свыше человек не живет во грехе. Его природе, духовной природе, это неприемлемо. если человек живет в грехе, большой вопрос, рожден ли такой человек свыше, получил ли он рождение от Духа Святого. Мы, христиане, верующие люди, получили во Христе свободу от возмездия за грех и получили просто как подарок, как дар. Получили свободу за возмездие от греха, получили как дар от Бога. Кроме этого, друзья, мы получили свободу не только от возмездия за грех, мы получили свободу от власти греха, которую завоевал Спаситель смертью на кресте и победой своего воскресения. Поэтому, внимание, возрожденный может не грешить, если он это захочет делать. С другой стороны, друзья, возрожденный человек может грешить, если он этого захочет. Можем не грешить, можем грешить. В то время, как невозрожденный человек, хочет он этого или не хочет, он будет грешить, потому, что он не освобожден от власти греха. Неверующий человек живет в грехе, он не освобожден от власти греха, поэтому в него нет выбора. Возрожденный человек есть выбор. и мы сознательно делаем этот выбор, очень часто, к сожалению, грешить. Господь да сохранит нас от этого. Человек, который невозрожденный, он постоянно живет в грехе. Над ним власть греха, он не освобожден от него, он в рабстве, он в клетке, а мы свободны. У нас есть выбор, и этот выбор жить святой праведной жизнью. Новое божественное естество в нас не может грешить. 1 Иоанна 5, 18 Мы знаем, что всякий рожденный от Бога не грешит, не живет во грехе. Рожденный свыше исполняет заповедь любви. Луки 10 глава Иоанна 4, 7 Всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Рожденный свыше живет победной жизнью. 5 глава 1 Иоанна 4, стих Ибо всякий рожденный от Бога побеждает мир. всякий рожденный от Бога побеждает мир. То есть живет победной жизнью. То есть его выбор в борьбе бороться со грехом, не допускать греха, не грешить. В этом наше счастье, что Господь освободил нас от власти греха. Рожденный свыше верит, что Иисус Христос, что Иисус есть Христос. 1 Иоанна 5 глава 1 стих всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден. Всякий, кто верит, что Иисус есть Христос, Спаситель от Бога рожден. Плоды возрождения. Что происходит, когда человек рождается свыше? Меняется сердце первое, меняется сердце человека, когда он рождается свыше. Появляется ненависть к греху и отвращению, любовь ко Христу и окружающим людям. Как струй живой воды из человека начинать бить новые святые желания. И очень прекрасный этому пример Самарянка. Вы помните, когда она встретилась с Иисусом Христом, она оставила свой водонос и пошла для того, чтобы рассказывать то, что она имела, какую встречу она имела с Иисусом Христом. Новая жизнь переполнена любовью и добрыми делами. Свидетельство рождения свыше. Седьмая глава 38 стихи Иоанна. «Кто верует в Меня у того, как сказано в Писании, из шрева потекут реки воды живой». Прекрасное состояние, когда рожденный свыше человек не только радуется тому, что он спасенный, но она это весь распространяет для окружающих, желая, чтобы окружающие его люди также были спасенные. Рождение свыше – это функция, присущая Святому Духу. Рождение свыше – это то, что может произойти незаметно для человека. В 3 главе 8 стихе Иисус говорит о том, что происходит. Но свидетельство тому обязательно последует позже, провяя от себя во многом. О том, о чем говорил Иисус, говоря Никодиму, мы читали о том, какие последствия в жизни Никодима произошли, когда он встал в защиту, принесить Дреоном, не побоялся этого, а затем пришел и публично приготовил вместе с Иосифом тело Иисуса Христа к погребению. Итак, друзья, моя молитва о том, я прошу, чтобы вы молились, чтобы в каждом из нас проявлялись эти свидетельства ежедневно во все дни нашей жизни, как возрожденные христиане, как те, которые любят Господа, чтобы мы каждый день нашей жизни боролись, боролись с грехом и были победителями, не поддавались давлению этого мира, давлению греха, чтобы у нас, как возрожденных людей, живущих в последнее время, была любовь, любовь не только к себе, не только к своим домашним, а любовь ко всем окружающим нас людям, и чтобы эту любовь окружающие нас люди видели на деле, не на словах, чтобы мы подобно нашим сестрам, которые жертвуют своим временем, своими средствами, жертвуют своей работой, оставляют работу на лето, увольняются для того, чтобы поехать на миссию, а затем ищут новую работу, и Господь им посылает, чтобы мы были жертвенными, людьми, которые желают спасения окружающим людям, чтобы нам, как возрожденным христианам, у нас, чтобы было постоянное желание молиться Господу, поклоняться Ему, чтобы было желание читать Божье Слово постоянно, для того, чтобы не спотыкаться, для того, чтобы не падать, для того, чтобы не грешить. Я себе не представляю, друзья, человека, который читает утром Божье Слово, а днем начинает сознательно грешить. Я себе не допускаю в мыслях такого даже. Если я с утра прочитал Божье Слово, и затем в течение дня рассуждаю, стопроцентная гарантия Господь защитит от всяких искушений, от всяких соблазнов. Но если наша жизнь построена по-другому, тогда сотни и тысячи стрел лукаво направлены в нашу сторону, для того, чтобы нас сбить, для того, чтобы нас совратить. Рожденный свыше имеет внутреннее свидетельство своего положения. Итак, друзья, каждый из нас имеет внутреннее свидетельство своего положения на данный момент, на данную ситуацию, в каком я нахожусь в состоянии в отношении с нашим Господом. И если мы честны перед собой, если мы искренны перед собой, если мы сегодня закроем глаза и мысленно обратимся к Господу, Господь нам скажет, в каком я сегодня нахожусь в состоянии. Пусть Господь поможет нам постоянно размышлять об этом, постоянно думать. Итак, друзья, мы рожденные свыше люди, у нас есть определенная задача и у нас есть определенная цель, к которой мы стремимся. И Господь готов сегодня и постоянно помогать нам в этой цели благословлять нас, поддерживать, укреплять, если мы с нашей стороны не теряем этого контакта с нашим Господом. А для тех, друзей, может быть, кто-то сегодня есть в нашем доме молитв, в нашем собрании, тех, кто еще не спасенный, кто еще не рожден от Духа Святого, сегодня прекрасное время, прекрасная возможность, когда мы находимся в Доме Божьем, когда мы слушаем Слово Божье, когда Дух Святой сегодня работает в наших сердцах, обратиться к Господу в молитве покаяния и принять Его в свое сердце. Пусть Господь благословит нас всех в этом и поможет нам. Аминь. Помолимся. Аминь. Слава, честь и поклонение Тебе, Отец Небесный, за Твой чудный план спасения, за то, что Ты так подлюбил всех нас, таких негодных пред Тобой, которые родились во грехах наших и продолжаем совершать эти грехи в течение нашей жизни. Но Ты решил спасти нас поэтому Ты призвал нас на Твой истинный праведный путь. Ты даровал нам этот чудный подарок спасения, Ты даровал нам чудный подарок покаяния, чудный подарок веру, Ты даровал нам чудный подарок Духа Святого, который возродил нас к новой жизни. Мы сердечно благодарны Тебе за это, Господи, и просим Твоей милости, Твое благословение, помоги нам в течение нашей жизни жить так, как мы должны жить, согласно Твоего Святого Слова. Помоги нам не грешить, помоги нам не поддаваться на всякие искушения и соблазны. Господи, помоги нам следовать Твоему Святому Слову, помоги нам, как рожденным свыше людям, читать Твое Слово постоянно, помоги вникать в Него, углубляться, помоги нам, Господи, жить согласно Твоего Святого Слова. Помоги Господь, не только быть спасенными самим, но предпринимать все усилия для того, чтобы еще были спасенные те, которые нас окружают, которые погибают в этом мире. Господи, об этом мы просим Тебя, об этом молим. Благослови Ты нас в этом, благослови Ты всю Церковь нашу, а тех, кто еще сегодня не спасенный, призови на путь спасения, призови к покаянию, даруй Твое спасение, Господи, мы будем радоваться, будем прославлять Твое Святое имя и просим Тебя, Господи, мы понимаем, что мы живем в последнее время, что Ты очень скоро придешь, поэтому просим Твоей милости, Господь, Ты всех нас приготовь встречи с Тобой, благослови всех нас и будь возвеличен и прославлен во всем наш вечный Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь.